Здравствуйте, дорогие зрители! Накопилось у нас новостей за неделю, так что сделайте перерыв в своих занятиях и послушайте, что мы для вас приготовили. Свершилось, наконец! Марио Симаро прибыл на съемки в Гондурас, где его сразу же окружила охрана. Гондурас страна в смысле криминала особая и предосторожность не помешает. А после аэропорта сразу же с корабля на бал. 19 часов подряд Марио провел на съемочной площадке The Twinkies. Сначала тренировался в твите с разными видами оружия и даже попал почти в десятку. Обучением занимался целый полицейский батальон. И им развлечения, и Марио приятно. А потом время проводил весело и продуктивно. Съемки перемежались активным фотографированием с коллегами по фильму. И, кстати, коллеги в твиттере отметили его профессионализм, и классное к себе отношение. Вот интересно. А может быть знаменитый плохой характер Марио – это результат слишком долгих съемок? Попробуйте вариться на ограниченном пространстве с одними и теми же людьми 8-9 месяцев. Уверены, что никто никого не покусает? Вот и мы не уверены. Ну и кроме съемок, Марио дал парочку интервью, в которых сказал, что его патрон – личность интереснейшая, что он одновременно и змеи-искуситель, и яблоко. Он заставляет героев очень сильно подумать над моральной составляющей и поступков. И вообще, патрон – это ключ ко всем событиям. Сам фильм Марио оценивает высоко. Говорит, что сценарий выверен до последней строки, и для латинского кино этот фильм – безусловный шаг вперед. Киноиндустрия Латинской Америки не так развита, как в Штатах, и люди делают латинское кино не столько для денег, сколько из любви к искусству. О своих планах сказал обтекаемо, но заметил, что не прочь поснимать в Гондурасе. Правильно. Для профессии пусть делает кино, а для денег снимется в какой-нибудь новелке не совсем паршивой. Кстати, издание ТВ Латина поместило статью о новом англо- и португалоязычном канале для 48 стран Африки, который будет транслировать сериалы Телемода. Так вот. Написали о телемодовском десанте, состоящем из Айлин Мухикки, Хорхе Луиса Пилы, Давила Чокарра и Катрин Сиачоки, Рафаэль Аммайя и Анхелики Силая. И сообщили, что в будущем на этом канале будут транслироваться наследники Дель Монта, где главную роль играет Марио Симарро, актер, наиболее известный на этом континенте. Еще бы! Во время показа второй жизни там города вымирали, как, впрочем, и в Иране, Саудовской Аравии и еще много где. Эта новелла сейчас и в Мексике идет очень хорошо. Ну а теперь вернемся к делам нашим скорбным. К рейтингам, как вы уже поняли. Ничего хорошего для Телемода мы сообщить не можем. Все новые новеллы так и идут. Дружненько с результатом 0,5. То ли зрители устали от заезженных лиц, то ли надо как-то с сюжетом по разнообразне поработать. Ну, в общем. А теперь новость бомба для Телемода. Мария Селеста Арарас решила покинуть свою программу Ауроху Вива. Она объяснила, что просто устала и хочет немного отдохнуть. Окончательное решение Мария Селеста примет после встречи с высшим менеджментом. Еще один ведущий покидает Телемода. На этот раз сам Амар Херменес, ведущий программы Оноева Дива, получил уведомление об увольнении, так как программа не имеет ожидаемых рейтингов. А вызвать мужика поговорить, постучать морды об стол, вынести 33-е предупреждение. Нет, сразу увольнять. Жестокие какие. Вот Телевиза, опять же, поступила примерно в таком же ключе. Не продлила контракт с Уильямом Ливи. Рейтинги его последних новелл их не устроили. Он, конечно, пытается делать вид, что это его не колышет, но все же неприятно. А сейчас он и Химена Наварете снимаются в рекламных автосессиях и пытаются рейтинги приподнять, хотя бы на невесье, но безуспешно. А может телевизия Сальвадора Мехии уволить? Три новеллы подряд, одна хуже другой. Рафаэль Наво все же едет в Мексику и будет работать на телевизии. Держись, Рафа, удача тебе понадобится. Главное, избавляйся от колумбийского акцента, а то мексиканцы в упор не понимают кубинского, колумбийского, венесуэльского и остальных вариантов испанского языка. Карла Эстрада обновила контракт с телевизией. Теперь будем ждать от Карлиты новостей. Надеемся, что не год. Уж больно профессионально она мотает нервы телезрителю. То снимает, то не снимает. Пора уже определиться. А может она время тянула в ожидании нового контракта? Телевизия наконец решила идти в ногу со временем и открывает собственный канал на Ютубе. Ну что же, хорошее решение. Все равно ведь скачивают сериал и загружают на Ютуб. Лучше процесс возглавить. Марджори де Соуса покидает антрепризу запах гордыни. Она хочет участвовать в танцевальном конкурсе, но не висион. И представление продлится до сентября. А потом будут искать новую исполнительницу. Говорят, они Нель Конде. И если это правда, то Марианна Сиана уже точит когти и острит язык. Известно, что эти две дамы друг друга обожают. Марк Татчер тоже получил приглашение в программу «Смотри, кто танцует». Но ничего из этого не вышло. Марк запросил 10 тысяч долларов в неделю. Машину, роскошные апартаменты и бесплатные билеты на самолет до Мехико и обратно. Эти запросы были признаны чрезмерными. И Марку было предложено выйти вон. Карло Монроек возвращается на телевидение. И будет ведущей программы «Айдл Китс» на пуэрториканском канале ВАПА. И последняя новость на сегодня. Она из Аргентины. Новелла Лос Бессинос Энгерра меняет время показа. Рейтинги низкие, история зрителям неинтересна, поэтому она переживает на очень позднее время. И что этим зрителям надо? А надо им сериал «Саламентово» с Натальей Аррирой. Или Грудаадос, который бьет рекорды по рейтингам и забрал львиную долю призов на телевизионной премии Мартин Фьерра. На этом все. Ждем вас в следующих программах. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok